Дверь Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова, вуза с богатой историей, современным востребованным образованием и яркой студенческой жизнью вновь открылись для абитуриентов Ульяновской области. В этом году количество бюджетных мест здесь увеличилось до 1618. Одна из претенденток на бесплатное обучение – выпускница университетских классов при УЛГУПУ Алина Ландо. Девушка планирует поступать только в педагогический университет на факультет иностранных языков. И хотя у Алины очень высокие баллы ЕГЭ по русскому языку 94 и 81 по английскому, она рада дополнительным 10 баллам, которые получила за окончание школы с медалью и за золотой значок ГТО. В процессе обучения я поняла, что здесь работают настоящие профессионалы в самом деле, учителя, которые знают свой предмет настолько глубоко, что иногда удивляешься, потому что не было ни одного вопроса, ответ на который они бы не дали или вообще не знали. И собираюсь поспать сюда, надеюсь, что пройду. На бюджет на основе обучения осуществляется в основном по педагогическому направлению. При этом у студентов есть возможность получить сразу две специальности в диплом. Тимофей Борисов сдал экзамен по английскому языку на 99 баллов, после чего, не раздумывая, подал документы на факультет иностранных языков сразу на три направления. Английский-немецкий, английский-китайский и английский-испанский. В моем понимании, пединститут – это уже что-то вроде дома, потому что у меня здесь отец учился, закончил, мама учила здесь, закончила и бабушка. Ну, учитывая, какие там баллы на сайте, не думаю, что не пройду, но верю в себя. Педуниверситет также предлагает программы непедагогического профиля, например, журналистика, биология, юриспруденция, сервис. С полным перечнем и списком образовательных программ можно ознакомиться на сайте университета в разделе «Абитуриенту». Здесь же можно узнать, за какие индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов. Конечно, мы довольны. У нас на сегодняшний день уже более 4 тысяч заявлений подано на все направления подготовки. Понятно, что есть желание, чтобы оно не меньшими темпами увеличилось и дальше это количество. Приемная кампания в педагогическом университете стартовала три недели назад. Но при этом на некоторые направления уже сформировался достаточно высокий конкурс. В коридорах университета сейчас немноголюдно, так как часть заявлений подается в дистанционном формате через сайт госуслуги или личный кабинет на официальном сайте вуза. Таким образом, абитуриент из любого региона страны может отправить документы на поступление в Ульяновский педуниверситет. Подать электронные заявления абитуриент также может прямо в стенах педагогического университета. Для этого здесь предусмотрена так называемая зона самообслуживания. Такая система позволяет абитуриенту самому на компьютере заполнить анкету и сформировать личное дело. Сейчас работу приемной комиссии обеспечивают 25 технических секретарей. Именно на них возложена ответственная задача по дистанционному и очному приему документов от абитуриентов и консультированию их по телефону и электронной почте. Специалисты помогают получить доступ в личный кабинет, грамотно оформить анкету и пакет документов, а также готовы ответить на все вопросы поступающего. Абитуриенты из дома или из любой другой удобной точки для них подают документы к нам в Ульяновский государственный педагогический университет. Они отправляют электронные заявления, наши технические секретари с ними связываются, помогают им что-то подправить, подкорректировать и соответственно дальше сопровождают их вплоть до зачисления. Подать заявление в высшее учебное заведение можно и в очном формате в главном корпусе ВУЗа с соблюдением всех противоэпидемиологических правил. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00, в субботу с 8.30 до 14.00. Всю необходимую информацию будущий студент может уточнить по телефону 44 1008 и на сайте вуза uspu.ru. Алина Тихнова, Данил Сурков, Управда ТВ.